Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Черкесские проводят санитарную рубку тополей. Какие еще деревья попадают под руки коммунальщиков? Как относятся к проводимой работе жителей республиканской столицы? И будет ли высадка новых деревьев вместо вырубленных? Узнавала Альвина Ламкова. В десятки лет стоявшую аллею из совершенно здоровых тополей, об этом можно судить по совершенно здоровым, простите за такую оценку, пней, спилено 15-16 тополей. Никакими оправданиями, объяснениями это не может быть истолковано, потому что здесь детский садик и школа, между ними забор, который полагается. Больше тут ничего не должно быть. Борис Бегеулов живет за 5-й гимназией Черкесска. В ней учились его дети, а сейчас и внук. Это самые лучшие годы. В очень жаркие дни высокие деревья своей зеленью создавали прохладу и дарили возможность дышать. Не забивая легкие, они очищали воздух от всякого рода загрязнений, отметил Борис Хаджимуратович. А сейчас вместо строенных деревьев остались пеньки. Это, конечно, некрасиво, но на это есть причины. Главный специалист коммунального отдела управления ЖКХ мэрии Черкесска Ольга Кошарокова отметила, что свою задачу по озеленению территории это дерево уже выполнило. Тополя в городе были высажены более 50 лет назад. Конечно, понимаем людей. Мы тоже, нам жалко пили деревья. Но дело в том, что комиссионно, когда обследуется каждое дерево, но определяется по многим пунктам. То есть там есть дупла, там есть какие-то жучки-получки, которые по кору деревьев едят. То есть много параметров, по которым определяется аварийность дерева. Также Ольга Кошарокова отметила, что помимо тополей будет осуществлен спил деревьев, которые по итогу инвентаризации считаются опасными для горожан. В силу возраста или высыхания корней они несут потенциальную угрозу, поэтому их поменяют на молодые и здоровые. За пять лет в Черкесске спилят все пирамидальные тополя. Вместо них в городе будут высажены деревья, липы, каштана и клёна. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 25 052 человека. Из них 22 359 выздоровели, 659 человек госпитализированы. Если у вас отпуск и вы решили съездить отдохнуть, чтобы избежать неприятных моментов, лучше заблаговременно узнать о своих задолженностях. На данный момент невыездными являются 13 тысяч должников. Если вы в их числе, но уже оплатили долг, то сама процедура снятия ограничения займет еще не менее трех дней. При обращении граждан на единый номер группы телефонного обслуживания специалист может переадресовать телефонный звонок судебному приставу. Исполнителю или сам предоставить необходимую информацию. База данных исполнительных производств общая, и она одна по республике. Но всякий раз, когда гражданину необходимо получить какой-нибудь документ в государственном учреждении, он сталкивается с проблемой очередей. Тратой времени на сбор документов. И чтобы упростить и ускорить этот процесс, Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством импровизации ввели суперсервис – цифровое исполнительное производство. Сервис цифровое исполнительное производство позволяет сторонам исполнительного производства, должнику либо взыскателю, получать информацию о ходе исполнительного производства, о наличии исполнительного производства в онлайн-режиме. То есть, в течение трех секунд любой гражданин может получить информацию, необходимую для него, для получения тех или иных документов. Должник либо взыскатель может подать заявление, ходатайство, сообщить о погашении задолженности, направить любую информацию, которая поможет судебному приставу исполнителю. Все это делается на платформе единого портала государственных услуг. То есть, гражданин может зайти на единый портал госуслуг, свой личный кабинет, выбрать раздел «Судебная задолженность», выбрать «Подача заявлений ходатайств». И подать судебному приставу то необходимое ходатайство, которое считает гражданин необходимым. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днем 10-15. И в горах местами до плюс 10. В Черкесске временами дождь, ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Спешите! С 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа. Экзотик-шоу «Алибрувер». Информация на сайте циркусдефизкисловодск.ру. Касса 2-96-58. Продолжаем выпуск. 13-й конгресс Международной Черкесской Ассоциации состоялся. В этом году организация, объединяющая дыгов всего мира, исполняется 30 лет. В эту встречу участники Конгресса подвели итоги работы, обсудили наиболее актуальные вопросы, касающиеся развития и сохранения языка, культуры, обычаев и традиций черкесского народа. Еще раз подчеркнули мирную политику МЧА, направленную на дипломатичность и консолидацию народов. Фатима Даурова продолжит. В эти минуты в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии, проходит Конгресс Международной Черкесской Ассоциации. Делегатами стали более 70 человек из разных стран мира, где проживают адыги. На повестке дня избрания лидера организации и намечения планов работы Ассоциации на ближайшие три года. Представители федеральных и республиканских органов власти, министерств и ведомств, духовенства, национально-культурных центров и общественных организаций, гостей мероприятия приветствовал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня Российская Федерация остается единственной страной в мире, где адыгские народы имеют полноправную субъектность и где созданы гарантии для сохранения родных языков, национальной культуры, духовной ценности и традиций. Работа МЧА в этом направлении остается фундаментальной. Трудно сегодня переоценить значимость усилий вашей ассоциации, направленных на сохранение адыгской национально-культурной самобытности и языка, реализацию образовательных, просветительских и воспитательных программ. Приветствие участника мероприятия направил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитала руководитель Департамента по национальной политике Администрации президента России Татьяна Вагина. Особого признания заслуживают усилия ассоциации по поддержанию мира и согласия на Северном Кавказе, ваш конструктивный диалог с государственными структурами, институтами гражданского общества. Уверен, что ваш конгресс пройдет в творческом, плодотворном ключе, послужит успешным решением актуальных вопросов, стоящих перед ассоциацией. Желаю вам всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Она же вручила благодарности от имени Совета при президенте России по межнациональным отношениям Исхаку Машбашу, Хаути Сахрокову, Мухаммеду Хафице. В ходе конгресса делегатами обсуждались наиболее актуальные вопросы, касающиеся сохранения самобытности и идентичности адыгского народа, укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Но самым тревожным вопросом, который вызывает наибольшее опасение у каждого представителя черкесского народа, остается вопрос о сохранении родного языка. Формирование и распространение идеи единства и сплоченности адыгского этноса, налаживание и поддержание связи с черкесскими диаспорами, обсуждение актуальных проблем и их решение совместными усилиями, вопросы репатриации и экономического сотрудничества – всем этим занимается МЧА. Мы, черкесы из Европы, стремимся поддерживать связь с исторической родиной. Мы хотим сотрудничать во всех направлениях социальной и экономической сфер. В ходе конференции делегаты приняли решение, касающееся кадровых перестановок. Руководитель Черкесской ассоциации Хаути Сахроков был переизбран на эту должность на очередной трёхлетний срок. Вице-премьером стал председатель Адыгахаса Черкесский парламент Карачаева-Черкесии Али Асланов. Делегация из Карачаева-Черкесии в полном составе приняла участие в этом конгрессе. От главы Рашида Тимрезова выступил Вячеслав Терев. Обновили исполком Международной Черкесской ассоциации. В исполком МЧА вошли от нашей республики Исмаил Афаунов и Аслан Карданов. Председателем ревизионной комиссии стал Мухаммед Теркулов. Ещё один представитель нашей республики, заслуженный журналист Карачаева-Черкесии и Адыгеи Мусалишаков, был удостоен высшей награды МЧА нагрудным знаком и благодарственным письмом за неоценимый вклад в развитие и сохранение адыгского черкесского языка. Больше 40 лет Мусалишаков отдал работе в журналистике на черкесском языке. Его телевизионные печатные работы удостоены самых высших профессиональных наград, а его голос узнаётся ценителями родного языка с первых минут. Одного человека выделить как-то, если даже выделили меня, то это всеобщий труд коллектива. Я благодарю и свою студию, и свой коллектив именно за то, что через наш труд обратили на наши творения, на нашу писанину, как говорится. Вот с такой наградой нас выделили. В этом году МЧА исполняется 30 лет. За годы своего существования она значительно укрепила свой авторитет, объединила вокруг своих задач и целей известных представителей черкесской общественности, как в России, так и за рубежом. В Чечне прошёл межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Юга России «Круг дружбы». Карачаево-Черкесию на фестивале представил фольклорно-этнографический ансамбль Апсаты у Жигутинского района. Подробности расскажет Мурат Жанкёзов. Делегацию Карачаева-Черкесии встретили традиционными балкарскими хачинами. Через шутки и прибаутки мгновенно установились по-настоящему дрожеские отношения. Да и сама задача фестиваля – это создание новой площадки для взаимодействия участников творческих коллективов и привлечения молодёжи к развитию этнокультурного многообразия страны. Народы, которые проживают у нас на Кавказе, более тесно контактировали друг с другом на таких ярких мероприятиях, на этом фестивале. Естественно, это сохранение нашей культуры, наших традиций, обычаев. Я думаю, такие фестивали необходимы. На данный период, как вы знаете, в связи с тем, что сфорализация сплошная, очень много моментов, связанных с гаджетами, я о молодёжи сейчас говорю, теряется основное, язык забывается, культура. Это как раз служит тому, чтобы всё это сохранить. В рамках фестиваля в фойе Государственного дома творчества «Войнах» была представлена выставка изделий чеченских мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Конечно, мы рады вот той интеграции и в культурное пространство Чеченской республики, и что мы это всему миру, в частности у нас, если говорить о Кавказе, мы все едины, у нас одинаковые традиции, обычаи, культура, и мы рады, что здесь мы снова и снова вместе ещё раз собираемся и прежде всего демонстрируем и нашим народам, и всему миру наше красивое дружное единство. На фестивале «Круг дружбы» устраиваются яркие театрализованные представления в национальных костюмах. Можно принять участие в различных церемониях, послушать этническую музыку и насладиться красотой народных танцев. Через взаимовлияние и взаимообогащение участники фестиваля приобрели новые творческие идеи, чтобы ещё лучше и достойнее представлять регионы в других аналогичных проектах. Нам очень понравилось. Новые люди, новые знакомства, творческие, новые какие-то номера. Мы участвовали на многих фестивалях, с астраханцами участвовали, со всеми в Москве участвовали, везде участвовали. Но сегодня особо, так скажем, очень приятно, очень красиво, хорошо. Мы тоже, в свою очередь, приглашаем вас. И очень хотелось бы, чтобы вот такое мероприятие проводилось каждый год во всех республиках нашей великой России. В церемонии награждения приняли участие все приехавшие коллективы. Дипломантом фестиваля стал и коллектив ансамбля «Апсаты» из Усть-Чугутинского района. Также участники фестиваля смогли побывать на экскурсиях по Грозному, увидеть Нихолойские водопады, Грозный сити, мечеть, сердце Чечни. Мурат Джантьозов, Медина Джантьозов и Саламу Румаф. Вести Карачаева, Черкесия, Грозный, Чечня. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Подражатель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова